Не хочу я удобств, я хочу настоящей опасности, хочу свободы, писал Олдос Хаксли в своей книге о дивный новый мир. Для тех же, кто хочет удобств, наша программа. С вами Ольга Пырочкина, в эфире Вектор Комфорта. Новый жилой дом по улице Магнитского в Чебоксарах. За его строительством наша съемочная группа следила все лето и все осень. Дело в том, что большая часть квартир в нем предназначена для переселения граждан из аварийного жилья. Впрочем, в нем есть квартиры и для других социальных программ, к примеру, для обеспечения жильем детей-сирот. О том, сколько молодых людей по этой программе в этом году справили новоселье, далее. Алена, привет. Здравствуйте. Действительно, зрителям Алена собирается первый раз увидеть свою новую квартиру, которую она получила по программе предоставления жилья для детей-сиротов. Ну что, пойдем? Пойдемте. Как ощущения вам? Очень. Я очень взяла моменты этого. Ну что, как первые ощущения? Я очень рада. Я, конечно, в штаб свою квартиру. Здесь у вас зал. Будете уже придумывать, вот прям сразу на ходу, что где разместить, мне кажется, да? Да. Здесь у меня будет диван. Здесь у меня телевизор будет висеть. Здесь у меня будет шкаф-купе. Алене Лосевой, 22 года. С 9 лет она жила в приемной семье, а когда выросла, ушла на съемную квартиру. Девушка признается, еще не может до конца поверить, что теперь у нее есть свое жилье, что в ванну по утрам не будет очереди, и теперь она единственная хозяйка на кухне. Как, кстати, обои, линолеум? Линолеум нравится мне и обои. Красивые. Ну да, случайно, что сейчас квартиры продают с черновой отделкой, да? Здесь, мне кажется, уже можно вам заехать и жить. Да, можно сразу стол поставить, кухонный гарнитур поставить. Можно уже жить. Что в первую очередь приготовите на новой кухне? Что любите готовить? Пироги сделайте. Пироги, торт. Я люблю торты делать. Обжиться поможет приемная мама. Я безумно рада за такой радостный сегодняшний счастливый день для моей дочери, подопечной Алены. Я ее растила с 9 лет, как свою родную дочь. Действительно, от души рада. У нас семья большая, в принципе, так вот, не скучно было ей, но она вот хотела свою, естественно, свой угол возраста, потому что все-таки подружка замуж в уходе, ей тоже хочется свою семью создавать. Она хорошая хозяйка будет у нее, она у меня все умеет делать, пить пироги, торты, все. Готовая уже. То есть не страшно одно отпускать вам в жизнь самостоятельно, так вот жить одной? Нет, не страшно. Не страшно? Я уверена в ней. Хотя свое, свой угол, это уже ощущаешь под ногами землю свою. Всправит новоселье по программе предоставления жилья детям-сиротам в этой новостройке еще порядка трех десятков молодых людей. Квартиры предоставляются детям-сиротам, в частности, в этом доме сейчас предназначено 34 квартиры для детей данной категории, состоящих на учете в районах города Чебоксары. В частности, для Ленинского района выделено 8 квартир, которые мы будем предоставлять детям-сиротам. С 2013 года, а именно тогда, в федеральный закон внесли изменения, благодаря которым на квартиры от государства претендует более широкий круг лиц. В Чувашии получили жилье 1400 молодых людей, которые остались без родителей. Если взять по текущему году, у нас на обеспечение жильем детей-сирот направляется порядка 163 миллионов рублей. Следует отметить, что в последнем уточнении, которое сегодня госсовет рассматривал, поддержали депутаты выделения дополнительных средств в размере 27 миллионов. Данные средства позволят обеспечить дополнительно еще 35 детей-сирот в этом году. Всего мы в этом году планируем, что построим либо приобретенное жилье, муниципалитеты приобретут для 173 детей-сирот. На сегодняшний день приобретено жилье для 109 детей-сирот, в том числе по городу Чебоксары, для 35. Помимо обеспечения жильем сирот, в республике продолжают действовать ряд других программ по улучшению жилищных условий молодых. Например, предоставление жилья по социальному найму или субсидии на покупку собственных квадратных метров молодым семьям. Жилищные условия улучшают или получают новое жилье 5700 семей, на что выделено с бюджета 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Еще один инструмент помощи, когда республика берет на себя затраты на оплату процентов по ипотеке. Впрочем, это уже другая история. Очередной год работы программа по капитальным ремонту многоквартирных домов подходит к концу. В 2017-м мы вместе с вами спускались в подвал и поднимались на крышу. О том, что сделано за это время и что запланировано на 2018-й год, далее. Изначально в республике планировали капитально отремонтировать 273 многоквартирных дома. Однако в итоге это число увеличилось еще на 12. Дополнительные дома попали в план благодаря тому, что еще на стадии проектирования удалось сэкономить. Первоначально у нас разрабатывается проектно-сметная документация. Проходим с этого года оценку достоверности сметной стоимости в Центре ценообразования Чувашской республики. И проводим аукцион, отбираем подрядных организаций, выполняем работы. За счет полученной экономии только в этом году дополнительно включили в план и ремонтируем 84 вида работы, выполняем. Это, конечно, довольно-таки, наверное, большой плюс для республики. Впрочем, чтобы тот или иной дом на те же сэкономленные средства попал в программу, к примеру, вместо 2043 года на 2018, необходимо еще одно условие. Собираемость платежей должна составлять не ниже 90%. Сейчас в среднем по республике этот показатель достигает 92%. Один из самых популярных видов работ, предусмотренных программой капитального ремонта – замена кровли. Так называемую мягкую кровлю в 2017 году заменили в 53 домах. В 19 из них использовали инновационный материал – мембраны ПВХ на основе поливинилхлорида. По сравнению с привычным рубероидом, его можно класть при температуре до минус 25 градусов, причем перед укладкой не нужно снимать старое покрытие. Кроме того, мембрана ПВХ морозоустойчива и может служить до 50 лет, то есть в 5 раз дольше обычного покрытия. Правда, с условием, что в жилищно-коммунальном хозяйстве тоже будут использовать новые технологии. Если такие вандальные действия будут производиться, как скалывание льдов ломом, то, конечно же, можно быстро попортить. С крыши в подвал. Замена систем канализации, горячего и холодного водоснабжения – а также популярный вид работ. При ремонте рабочие меняют старые металлические трубы на полимерные. Преимущество этих труб в том, что эти трубы не ржавеют, они имеют долгий срок службы, и на них не образуется конденсат. Чем холоднее на улицах, тем теплее будут батареи в квартирах. И наоборот. Причем регулируется все автоматически. Такая работа системы отопления возможна благодаря установке в рамках капитального ремонта систем погодного регулирования. Впрочем, в некоторых домах идут дальше. Так, благодаря одному из жителей дома по улице Завражная в Чебоксарах, его соседи стали получать воду горячее, а счета за коммунальные услуги – меньше. 60 градусов где-то стабильно это. Я замеры неоднократно делал. Как, горячее? Ну, 60 градусов – это рука не терпит уже. Рука не терпит. Вот здесь полотенцесушитель. Попробуйте вот сами потрогать. Потрогаю. Действительно, горячее. И вода у вас такой же температуры? Постоянно стабильная вот такая температура. Во-первых, дом 75-го года мы горячую воду не ощущали. У нас была теплая вода. Георгий Алексеевич всю жизнь работал инженером. И когда встал вопрос о капитальном ремонте системы горячего водоснабжения, провел расчеты и стал убеждать соседей – нужно ставить инновационный пластинчатый теплообменник. С ним согласились не сразу. Не будет это работать. Это все сказки, то, что ты рассказываешь, значит, не будет работать. Мы уже это эксплуатировали в водоканале, знаем. Отлично работает. Суть такова. В доме так называемая закрытая система водоснабжения. То есть холодная вода идет в теплообменник, пластины которого нагревает вода и система отопления дома. После нагрева вода идет в квартиры. Для сравнения, вот старый теплообменник, несмотря на размеры, со своей функцией он справлялся плохо. Человеку нужна горячая вода, а остывшая вода все идет, идет. До появления горячей воды уходит очень много. То есть получается, как бы расход горячей воды большой, а человек фактически не пользуется этой водой. Это все деньги, потому что вся эта вода проходит через счетчик. Таких инициативных граждан фонд капитального ремонта всегда готов поддержать. Если обоснованно они предлагают применять те или иные материалы, мы, соответственно, как в процессе проектирования учитываем. Но бывает также в ходе исполнения работ тоже у них появились новые идеи. Рассматриваем вопрос по внесению изменений в проектную документацию. Это все про 2017. Что касается следующего года, краткосрочный план сформирован. В него включены 252 дома. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания.